Вчера в Екатеринбургской школе номер 109, что на юго-западе на улице Волгоградской, случилось нечто вроде учебно-профилактической тревоги с выездом силовиков по антитеррористической линии. Поводом стало то, что на некоем анонимном телеграм-канале появился текст, где именно она была указана в качестве мишени, в которую этот аноним намерен стрелять почему-то с особым удовольствием, и она, дескать, утонет в крови. Согласитесь, когда родители увидели это, а также описание того, как нападающие намерены группами по 2-3 человека двигаться в школы и мечети, увидели номера конкретных школ, которые кроме 109 попадут якобы под удар, плюс к тому фотки с оружием и экипировкой, и видео, где замотанный в белое малолетка машет ножом и произносит тагбир, что родители должны были делать. Правильно, они бросились звонить в полицию. Вскоре на родительских чатах появилось ответное сообщение от школьной администрации, мол, все под контролем, ФСБ, полиция, прокуратура в курсе, полицейские уже находятся в школе, районный прокурор в пути. Что тут можно сказать? Нам кажется, тут возможны два варианта. Либо продолжают безнаказанно глумиться украинские мошенники из числа тех, что по телефону разводят граждан на деньги, либо засылают облопошенных в военкоматы с коктейлем Молотова. Или у какого-то отечественного прыщеносца случился передоз, и это он так типа шутит за гранью уголовщины. Кстати, подобных доморощенных шутников в наше время вылавливают очень успешно. А в заключение хочется привести правильные слова начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых. Конец всех цитат.